И у нас антихрист не получает должного образования антихристского. Это было любопытно, но где хороший финал, блин? Блин! Друзья, всем привет, с вами Аня, вы на канале Bookspace, и сегодня я буду вам жаловаться на книги и на жизнь. На самом деле, сегодня мы подводим итоги моего марафона «Долой книжные долги» и, признаться, потрепал у меня нервы изрядно. Это был самый провальный марафон в моей жизни, и даже не по срокам, потому что я успела его выполнить, а по наполнению. Мне не зашла толком ни одна книга. И при этом, понимаете, это было не прям что пожар, сейчас посидим с попкорном, Аня будет бомбить. Нет, я не буду бомбить, я буду именно что жаловаться. Здесь не было ничего прямо выжимательного, разочаровывающего, так что прямо его нарезать не было. Если вкратце по книгам вне марафона, то это была всего лишь одна книга, зато какая! Это был роскошный «Ведьмак», вторая часть, «Меч предназначения» в великолепнейшем издании «Головина». Я прям кайфанула, честно, это было просто обалденно. То есть, да, «Ведьмак» пошел в топчик, обогнав Сандерсона, чтобы было понятно всем. И начнем мы, наверное, с самой первой, которую я считала в начале сентября. Это была книга «Смертельная березна» Роберта Гелбрета, псевдоним Джоан Роулинг. Итак, это четвертая книга у нас о приключении Кормера на Страйка, где Мама Ро нам буквально показывает весь свой накопленный скилл, который она буквально накопила в предыдущие три книги. Это больше героев, больше грязи со красивыми масками, больше политики, которая чуть бы не утонула. Главная роль у нас здесь вот тот же динамичный дуэт в виде Кормера на Страйка и Робин Эллока. Теперь они держат нормально свое независимое детективное агентство, куда буквально врывается чувак, то ли по трипам, то ли по каким-то психам весь в трясучке. Он говорит о том, что он точно видел, как в детстве при нем душили ребенка. Страй, конечно, его успокаивает, отпускает, но себе это дело берет на заметочку. Потом ему поручают дополнительное дело, связанное с политическими личностями, и это дело внезапно тоненько переплетается со всеми вот этими вот подробностями, ну и еще сказанными. И знаете, здесь столько разных веток Джоан Роллинг внедрила в эту книгу, просто настолько густая получилась периферия, я едва не запуталась, признаюсь, здесь много чего. О политиках здесь, о протестующих там, там про Олимпиаду, а вон там еще грязное белье этой семьи, этого политика, еще предыдущие года тоже были взяты, там дополнительные чуги, которые им пытаются насолить, там-то где-то с ними работают, это отличная жизнь элока, отличная жизнь страйка, елки-палки. И те, кто любит такую, знаете, такую тоненькую политику, вот эти интриги современные, тому понравится 100%, я вот даже не сомневаюсь в этом. Я еле выплыла. Вот это вот, конечно, не мое, это слегка мне притормозило чтение точно. Зато то, что мне не тормозило чтение, так это слог Роллинг. У нее он прям, знаете, такой насыщенный и при этом незаумный, что очень классно. Еще мне у Гэлбрета Роллинга, у нее мне нравятся очень сильно герои. Они яркие, они фактурные, они запоминающиеся. Но вот в чем здесь получилась маленькая проблема, что Роллинг здесь прям переборщила с Мэтью. Он у нее теперь не просто, знаете, такой абьюзивный козел, а прям козел про. Вот все самое худшее, она прям с него впихнула, но мы поняли, что он уже ну так себе, чувак. Ну, эта книга, признаюсь, меня не то чтобы расстроила, но я от нее ожидала чуть-чуть побольшего, скажем так, во всем этом цикле про Корма Ронстрайка. Мне, во-первых, здесь не понравилась структура, потому что здесь ну очень долгая такая завязка. Самое вкусное происходит буквально вот на середине книги. И пока до этого дотопаешь сквозь все эти политические дрязги, это было очень непросто. Что еще меня здесь ну вообще не цепануло, очень субъективно, понятное дело, так это, ну, само расследование и начинка его. Вот отношение жертвы с семьей, ну, вот не легло на душу и все. То есть мне было, в принципе, по-честному, ну, пофигу. Убили? Бывают, окей. Что там происходит вот в семье? Там из них пацана-крыса? Окей. То есть мне не особо было интересно вот именно узнавать, почему, а за что, а как же так? Просто, ммм, окей, ладно. Ты меня как в зови кукушки, я моментально прониклась и героине, и одинокой модели, и ее семьей фриков, все эти ее мама-папа, дядя-братья, ее подружки-модельеры. Там прям меня как будто бы лично-то задело, вы знаете, вот в этом как бы прикол. Здесь же... А когда я здесь в конце, без спойлеров не бойтесь, узнала, что, как и кто там здесь как завязан, ну, пффф, не такая уж и крутая партия, скажем так, шахматная для такого количества фигур. Мне, кстати, понравилось, как именно здесь захлопнулась ловушка в самом конце. Я тут читал, тот поймет. Это было прям прикольно, прям классно было, знаете, прям такая отсылка-пасхалка. Но вот было ощущение, что я уже это где-то видела. Даже не было ощущения, а я видела точно в одной из предыдущих частей этой саги. Короче, мне есть больше понравилось именно следить за взаимоотношениями, за химией между Страйком, между Робином, их семейные дрязги. Это было гораздо интереснее, чем само расследование. Вот так вот получилось. Ха, дальше Сандерсон, друзья. Вот, ну нельзя, ну нельзя возлагать на автора такие огромные одежды, потому что, если потом это выходит в твердую хорошо, ты все равно расстраиваешься. В этом мире у нас захватил власть темный властелин, с неба сыпется пепел, типичная антиутопия, все очень плохо, процветает у нас неравенство между классами. Есть СКА, это вот самый низший, даже не класс, это почти что собственность, типичные рабы. Есть аристократы, и в этом мире есть два вида магии. Это фирухимия и аламантия, что просто является для меня высшей точкой кипения. Это просто конфетка, ребята. Тумачки у нас владеют даром управления каким-либо металлом, они могут либо на человека оказывать влияние, либо на разумы, либо на определенные металлы с ним отталкиваться. Это прям вообще очень круто. Есть рожденные туманом, те, которые владеют, ну, всеми этими металлами вместе с копом. Еще здесь есть стальные алхимики, не путай с известной мангой, которые здесь охотятся, краски, за этими рожденными туманом. Короче, сеттинг просто пушка. Магия красивущая, да, какие забористые, ну вот все, как я люблю. Это великолепно, конечно. Что же здесь, получается, снизило мою такую пылающую страсть до четверки? Что произошло вообще? Как бы изначально нам автор говорил, что это будет похоже чем-то на 11 друзей Оушена, где собирается кучка крутых перцев, которые грабят самого богатого и страшного дядю. По факту, ну, не совсем. Здесь больше, наверное, я бы сказала, что это антиутопия, где пытаются свергнуть какой-либо неприглядный строй. По поводу Оушена, здесь есть целая компания харизматичных ребят, но, признаться вам, я из них троих путала буквально всю книгу, и лишь вот арт помогал мне совсем себе голову не задурить. Герои казались непобедимыми. То есть, я сидела, и я за них вообще не переживала, я знала, что они справятся. Опять же, я дико путала Едена, Хэма и Доксона. И просто по картинке их различала. Мне понравился Брис, он прям был очень классный. Главная героиня, знаю, что она очень многим нравится, ну, не то чтобы прям, знаете, такая харизма била прямо мне в глаза вот с экрана книжного. Вообще, как бы, я знаю, я зажравшийся человек в плане фэнтези, меня сейчас очень сложно кем-то и чем-то в принципе удивить в фэнтези. Здесь магия — это стержень, это не периферия, и без магии здесь бы не вырулил финал. Вот за это автор очень большой бонус, потому что иногда бывает в книгах магия, чисто ради магии, знаете, здесь же магия — это прямо начинка. Без магии здесь просто, ну, книги бы не было, вот. Мне кажется, я вас как-то сумбурно про книгу рассказала. Просто она мне вызывает, ну, чересчур амбивалентные эмоции. С одной стороны, это прям роскошный сеттинг, прям просто потрясающий, уф-уф. С другой стороны, ну, герои, ну, как бы просто сами по себе, отдельно от меня, я знаю, что не справится, можно даже за ней было и не следить. С другой стороны, здесь отличная история, которая прям выстреливает в конце, и без магии она просто не удалась. И с третьей стороны, ну, очень обычная главная героиня, без какой-либо своей изюмины. Просто видите, в чем проблема? Здесь герои раскрываются со всех сторон. Автор умеет их раскрывать. Через поступки, через отношения, через диалоги, через свои мысли. Здесь все на месте, ну, не цепляет. Ну, ё-моё, ну, Аня, блин. Короче, ладно, рекомендовать рекомендую, понятное дело. Просто если вы такой же зажравшийся фэнтезист, как я, то слегка поумерьте в ваше ожидание, и будет вам праздник. А вот эта история искупления у меня оставила очень много неровных эмоций. И знаете, что я заметила? Что во время моего прочтения, во время обдумывания и вот съемки ролика, книга как будто бы настаивается, как будто бы она еще не созрела в моей голове, и у меня эмоции еще как-то перевариваются, потому что у меня были эмоции по поводу прочтения, вот прям после прочтения определенные. Потом еще другие. Сейчас у меня они скорее положительные, чем вот такие вот были в конце. Короче, рассказываю. У нас здесь весьма крутая завязка. Тридцатые годы, большая семья, еще приехавшие родственники, еще отдельные домочадцы, здесь прямо есть где разгуляться. Есть главная героиня Брайоне, ей 13 лет, она достаточно одинокий ребенок, но у нее просто безумирное такое масштабное воображение, и она, скорее всего, будущим, спойлер, да, будет писателем. Вот. Еще у нее есть сестра Сесилия, ей 23, а еще здесь есть Робби, он примерно возраст Сесилии, он сын их уборщицы и также еще как бы протеже их отца. Между Сесилией и Роббито возникает схемия просто сумасшедшая, Брайоне, разумеется, не в теме, она наблюдается за ними со стороны и, знаете, больше додумывает все, что между ними там происходит. Там буквально в один вечер случается, ну, просто три ключевых события, которые там запустили всю эту дальнейшую мясорубку, и получается так, что у нас Брайоне, она становится свидетелем изнасилования, которое она неправильно трактует. Обвиняет вообще другого человека, потому что она себе это больше надумала, она больше об этом знала, чем как бы видела реально. И это ее решение буквально вот как триггер запускает все и ведет к краху всего. Это я вам вкратце писала завязку и первую часть, она мне понравилась прям больше всего. Вторая была от лица Робби через несколько лет, уже во время войны. Ну, была и была, она мало вяжется с первой частью, просто что было как бы вот дальше. И третья часть у нас уже от лица самой Брайоне, она постарше, она уже тоже на войне, и она с ума сходит от чувства вины, от того, что она натворила вот буквально пару лет назад. У меня здесь вообще не было вопроса, почему так поступило Брайоне, потому что считали, что это просто белыми нитками шито. Это и так понятно. Здесь нам прям наглядно показывали ее воспитание, показывали ее бесконечное одиночество, ее жажду внимания, чтобы ее оценили, ее компетенцию. Она хотела быть полезной, нужной, ну и как бы вдарила вот по самому больному, что из-за того вышло, вот то, что вышло, да. Мне даже казалось, что автор здесь, он чересчур подробно объясняет, что, как и почему уже со взрослой точки зрения Бэка. Что у меня с этой книгой не сложилось в плане эмоций, я объясню, что, смотрите, есть две сцены, ключевые сцены, я так считаю, и при этом третья ключевая сцена здесь просто провалена. Есть инцидент, где уже Брайоне выносит свое обвинение, это там, где я знаю, вот зуб даю, что это он, я уверена, что это он, и уже во втором возрасте, где она говорит, что, блин, я так виновата, я ошиблась. И вот где эта соединительная ниточка, которая является переходом этого состояния? Она здесь есть, она здесь как бы на месте, просто что она показана закадрово, она показана, знаете, нарративом, и как будто бы вот взрослая Брайоне уже как бы сделала определенные выводы, что вот я в этой ситуации подумала вот так, а нужно было вот так, и, блин, я моментально выпала из этой истории, моментально просто. То есть мне хотелось эту ситуацию, эту ключевую сцену понимания ребенком, что что-то здесь не складывается, а вдруг я ошибаюсь, я наверняка ошибаюсь, чтобы это было показано нам вот здесь, вот на блюде, а вот в итоге, наверное, просто автор, ну, пересказал. Я не понимаю, почему. Это хочется видеть кадрово, а не вот мне автором начитано. Из-за этого я не верю Брайоне из будущего, что она там вся разрывается от того, что она вот натворила и искупляет свою вину. Я в это теперь не верю. То есть, казалось бы, один отсутствующий кирпич, а стенка просто теперь наперекосяк. Смотрите, по поводу логики в этой книге, как она вся выстроена, отношения героев друг к другу, все это искупление, прошитая ниткой среди всей этой книги, да, в плане логики, к этому, ну, вообще не прикопаться. Это прям 10 из 10. Но в плане эмоций, которые я не испытывала на протяжении второй и третьей части, ну, как бы, ну, вот так. Только первое меня прям цепануло, я прям вскипала по поводу всей ситуации. Это было прям офигительно здорово. А дальше, как будто бы, автор меня вот приглушил, притушил. И именно из-за этого мне казалось, что автор из меня буквально слезы выжимает в третьей части, где, ну, посмотри, читатель, как Брайоне искупляет свою вину, ну, посмотри, ну, жалко же. И я такая, ну, ладно, окей, да. В итоге, история интересная, финал здесь честный. Я вообще, в принципе, очень люблю истории, где буквально одна фраза, одно действие, один поступок решает очень многие жизни. Это прям очень здорово. Но эмоционально я к этой книге вообще не привязалась. Вот все, вот две ее трети. Нет, ребят. Экранизацию с Киренетой я, скорее всего, посмотрю. Но, возможно, попозже. Дальше. Мой камень преткновения. Последние года три, наверное, ночное кино. Чуваки, момент исторический. Прочитано. Оно прочитано. Но лучше бы оно было не прочитано. Вот такая вот дурацкая ирония. У нас здесь все начинается очень стандартно, достаточно. Есть ультра-мега-загадочный, загадочный и концептуальный режиссер, который снимает странные темные и мрачные фильмы. Есть журналист, который мечтает его вывести на чистую воду. У них случается там инцидент, где журналисту подкидывают якобы, а возможно и да, возможно и нет, факты о режиссере анонимно. Он у них полагается, разумеется, получает по жопе от этого режиссера, теряет карьеру, теряет свою репутацию. Все стандартно. Почему стандартно? Потому что я уже это видела у Стига Ларсена, у его девушки «Старовка дракона». Там было помяно то же самое. И тут Баз, внимание, внезапно поканчивает жизнь самоубийством дочь этого Кордовы, Александра. В оригинале она почему-то Эшли. И главный журналист думает, «Ммм, это же неспроста, вот и не зря же, когда я уже подкопался Кордове, меня там обрубили, здесь что-то нечисто, пойду-ка я вот на разведку, на расследование». И идет. Просто мне здесь не очень понравилось вот что. Вот идет главный герой с его двумя напарниками к одному. Первый его посылает ко второму, они все топают ко второму. Второй говорит, что я знаю все, а вот третий знает еще больше, они все топают к третьему. Третий говорит, что я ничего не знаю, а вот знает четвертое, они топают к четвертому. И вот так вот всю, блин, книгу. А в ней 600 страниц, если что. 600 страниц всех этих подхождений, оплетаний режиссера, его дочери, его семьи с чем-то мрачным, тягучим, очень зловещим. Здесь и паранойя, здесь и мистика, и злоба, и много чего. А в итоге, без спойлеров, короче, для меня это вот не тот финал, которому ты топаешь, извините, блин, 12 часов. Я поняла вот такую штуку. Для меня история Кордовы, самого режиссера, история его дочери, они как бы друг друга по итогу перебивают, вообще просто перекрывают, затмевают, уничтожают, потому что они здесь не сочетаются. Даже когда там выдал автор интригу в итоге, ты думаешь, блин, а как же тогда вот это, а вот это и еще вон то. Как ты автор объяснишь? Здесь автор так старательно накручивал, наворачивал, наращивал саспенс, что в итоге она его просто тупо перерастила, и он здесь не выстрелил нигде. Нет. Короче, автор меня ввел такое в заблуждение, ввел меня вот в глушь показать мне там какой-то крутой водопад, мы пришли, а там его нету. Но, с другой стороны, эту книгу было читать очень любопытно, интересно. Вот почему. Потому что она полуинтерактивная здесь, есть такие псевдо-скрины сайтов, есть псевдо-выдержки, выписки, знаете, вот такого вот плана, то есть с, скажем так, газетными вырезками. Это все очень интересно, но вот какой вопрос, что, знаете, для кого-то это прям погружение в историю, прям как будто бы ты проживаешь эту историю сам, для других, у меня есть такие друзья, это сбивает вас с историей и делает ее искусственной, то есть люди в это все не верят. Вот смотрите, в книге Песл, в ее вопросах теории катастроф, которые читала в первую очередь, там финал тоже, знаете, с перепад-выподверта, открытый, и ты такой, как бы, что это было-то? А потом ты соединяешься ниточки и понимаешь, ах, вот оно че! И при этом, знаете, вот там остаются некоторые загадки, но они историю красят. Здесь же ты стаешься как будто бы вот ни с чем. Там финал выстреливает, здесь он вообще для меня лично не выстрелил, ну никак, короче. В общем, я пойду в лагерь фанатов вопроса теории катастроф и к тем, кому вот не зашло ночное кино. Это было ничего, это было любопытно, но где хороший финал, блин? Блин! Ну ладно, с другой стороны, это все равно лучше, чем про «Снести никогда», там вообще была просто жесть. Ссылочку на отзыв тоже я вам оставлю, он старенький, но очень бомбящий и смешной. И последнее, «Благие знамения». Вот здесь все получилось вообще в конец печально, ребят. Помните, я вам говорила, что я эту книгу начинала, читала ее где-то около одной четверти, и мне она безумно нравилась, все было так бодро, так классно, такой юмор, просто конфетка? Я свои слова назад не беру, так оно и было. Но вот сейчас я понимаю, почему я ее внезапно отложила, переключилась, почему так произошло, а я вам расскажу, почему, что произошло. Для тех, кто не в курсе, что это за книга, о чем она, в принципе, не смотрела до сих пор сериал, я пока тоже не смотрела, это история у нас про то, что к нам наконец-то придет конец. Это судный день. Рождается антихрист, но его очень внезапно путают в родильне, меняют местами с мальчиком, и у нас антихрист не получает должного образования антихристского. Параллельно с этим у нас идет повествование от лица ангела и демона, который на протяжении 60 тысяч лет, вроде как уже враги, но все равно, друзья, я прям себе даже это дело отметила с закладкой, что враг на протяжении 60 тысяч лет это что почти что друг. И как раз таки эти ребята, ангел и демон, они уже прикипели и к людям, и к жизни, им нравится выпивка, им нравится музыка, все очень вкусненько, и зачем сейчас разбредаться по своим обителям в рай и в ад, земля уже все закрыта навсегда. И им это не очень нравится, они решают этому делу противостоять. Короче, завязка просто огонящая, начало тоже вполне себе. Эту книгу у нас писал Терри Прасчетт в тандеме с Нилом Гейманом, здесь есть кусочки прямо Прасчетовские, есть Геймановские некоторые ставки, атмосфера. Это прям чувствуется, потому что у Геймана здесь ставочки больше такие, знаете, саркастично мрачные, а у Прасчета они больше юморные. Я эту книгу начала читать сначала, также получала удовольствие в первой четверти, как и в прошлый раз, это было прям очень здорово, очень весело, заботисто и круто, а дальше классные Кроули и Азерафель ушли с вечеринки, а мне подсунули кучу неинтересных персонажей. Я их читала, признаться, знаете, буквально в полглаза, вчитывалась, ну не особо, потому что ждала этих двух красавчиков, они не приходили. Вот помните, я вам жаловалась на королевскую битву, где я думала, что я не запомню 40 японских школьников, это улица Сезам по сравнению вот с этим, здесь героев просто, они множатся, каждый дочь куда-то дичь творит, они все смеются над какими-то шутками, которые я не понимаю, какие-то отсылки появляются, а я их не понимаю. Слышишь, такое на вечеринке, где все свои там ха-ха-хи-хи, такой одинокий, такой непонятый и ходишь домой. Короче, это был ужаснейший дискомфорт по время чтения, то есть я впервые в жизни, знаете, ощутила выражение на себе, смотришь книгу, видишь фигу, то есть ты вчитываешься, ты читаешь, и как бы даже шуточки пытаешься отмечать, но чем дальше влезть, тем толще пастухи. Мне вообще были неинтересны ни Ньют, ни сам Адам, ни все эти герои вокруг них. А нафема как бы чуть-чуть другого, конечно, ожидала, потому что мои ожидания сломали, впечатления от книги, но мне не нравился ни юмор, в конце концов, только буквально, вы знаете, была прикольная здесь шутеечка ближе к концу, и все. Последние четверти я просто долистала, потому что я уже не могла это принимать. Не сложилось, не срослось, и я подозреваю, что мне Парчет вообще не понравится, ребят. Я понимаю, что это просто, ну, скажем так, очень на любителя, то есть ни в коем случае книга не плохая, я тут думаю, что я прямо вот это все прям вообще нет, ребят, книга очень на своеобразную тусовку, тем, кому вот нравится английский юмор, и немножко такой маленький зашквар, знаете, вот вам такое понравится, не мое, не люблю, не понимаю. Короче, вот это, вот это, и вот это я могла вообще не читать, и ничего бы я не потеряла вообще. И знаете, лучше бы я бомбила, лучше бы меня это бесило, лучше бы было то же самое, что из, это, как эта книга называлась, уничтожить королевство, и один день декабря, вспомнила. Главное, что марафон пройден, и я снова вернусь к Ведьмаку. Это очень хорошо. Я себе вот такую штуку заказала в плане поощрения, возможно, вы видели у меня теперь маленький легкий контровой свет. Короче, вот, здравствуйте, да, мы же с ней будем экспериментировать, естественно, но еще, если бы я заказала очень крутую штуку, покажу вам сейчас ее в кадре, она будет жить у меня на моей книжной полке вот здесь. Это райончик злодеев. Вот, такая штука, сто лет не было на канале у нас с вами распаковки, да, я знаю, что вы очень любите, но думаю, что многие уже поняли, что это, ну, это, конечно, просто великолепно. Я, в принципе, готова была потерпеть такой марафон ради вот этого. Ребят, это эксклюзивный фанка злодеи Дисней я собираю, я очень сильно люблю. Здесь целая тусовка в виде Тимона, который хула-хула, вот, помню, еще покажу вам. Вот, красавчик. Еще есть Эд, вот такой вот, класс, еще есть нераспакованный у меня Зазу, но главное, главное, это, конечно же, шрам. И вау, господи, просто, просто, короче, показываю спокойно. Моя любимая сцена из фильма, там шикарная песня злодея, короче, просто вот, вот, мое вознаграждение, я просто в восторге, честно, это просто потрясающе. Вот так, друзья, с вами была Аня Кобышина, жду ваши эмоции по поводу марафона, проходили ли вы его. Спасибо, Али, за то, что его организовала, это было прям кстати. Хотя бы долги я закрыла, ура. Те, кто выиграл, что вы себе выбрали в качестве вознаграждения? У кого есть еще круче плюшка, вот, чем у меня? Мне кажется, что нет ни у кого, честно. Он эксклюзивный, поэтому неприлично дорогой, но я, по крайней мере, знаю, что я его потом и кровью выслужила. Вот. Короче, блин, вообще, покажу вам немножко еще поближе его. Да, да, да. Короче, вау, друзья, просто вау. С вами была Аня Кобышина, скоро мы уже увидимся. Все, всем пока и до встречи.